Всем привет! Меня зовут Олесь, вы находитесь на YouTube канале 5 элемент и сегодня у нас снова на обзоре техника от Apple. В этот раз у меня на столе находится MacBook Air 2020 года на процессорах M1, а Денису досталась модель поинтереснее MacBook Pro. Мы запишем два отдельных ролика, а потом, если вам уже очень сильно понравится, сделаем их непосредственное сравнение. Максимально быстро с комплектацией, потому что, ребят, ну как будто вы не знаете, что Apple кладут в свои коробки. Это непосредственно MacBook, это кабель для его зарядки, здесь это USB типа C, USB типа C, это блок питания и это коробочка с инструкциями, внутри которых должны быть и яблочки, да, и яблочки на месте, ну как бы все. И вы меня спросите, что ж такого-то особенного в MacBook'ах 2020 года? Конкретно в этой версии и в модели Pro, которая будет у Дениса, у нас стоит чип M1. Что такое чип M1? Это чип, который сразу включает в себя и оперативу, и графические ядра, и машинное обучение. То есть упрощает немного комплектацию самого ноутбука внутри. Но в нем и есть и минусы. То есть если раньше к MacBook'ам на Intel'е можно было подключить внешнюю видеокарту, то с этим чипом такая возможность у вас пропадает. Ну не судьба. Конкретно в нашей модели оперативная память LBDR4 на 8 гигабайт и SSD на 256 гигабайт. И вот что интересно. А какая же тактовая частота у этого чипа? И мы видим, что Geekbench показывает, что тактовая частота у этого процессора 3,2 гигагерца. И это неплохой результат. Напомню, что у мобильных чипов на архитектуре ARM, которые встраиваются в телефоны и планшеты, тактовая частота обычно составляет 3 гигагерца. Ну это как бы начинка, технические вопросы. О них мы поговорим позже. А пока давайте-ка сразу разберем его внешний вид для тех, кто не знает, кому это интересно. Дизайн устройства практически не отличается от модели на Intel'е 2020 года. Кстати, если не видели обзор или не верите мне, что они не отличаются, посмотрите его по подсказке. Мы делали обзор на Intel'е версию этого ноутбука. По функциональным разъемам у нас есть 2 USB-C слева и 3.5 порт справа. И на этом из разъемов все. Справа и слева от клавиатуры, как мы видим, расположены динамики. И, поверьте мне на слово, звучат нехорошо. Если беглым взглядом посмотреть на клавиатуру, может сложиться впечатление, что это точно такая же клавиатура, как была в модели Intel. А вот и нет. Здесь есть очень важное отличие. У нас теперь в левом нижнем углу клавиатуры присутствует клавиша Fn. Впервые эта клавиша была реализована в Smart Keyboard для iPad Pro, это клавиатурка. И потом перетекла в Magic Keyboard все для того же устройства. И, наконец-то, она прижилась в их ноутбуках. Раскладка клавиатуры здесь такая же QWERTY, как и в принципе в стандартных ноутбуках. Но функциональное назначение клавиш немного другое. То есть, если вы никогда не сидели за макбуком, в первое время вам это покажется пианино. Вы, как и раньше, можете назначить сами, какие вам удобно горячие клавиши. Например, для принтскрина. Здесь нет клавиши принтскрин. Здесь есть сочетание Shift-Command-4. Но при этом принтскрин делается удобнее. Вы выводите рамочкой по экрану. А клавиша Fn сейчас отвечает за переключение раскладки. И когда я говорю, что это тот самый макбук, к которому вы привыкли, это значит, что и печатать за ним так же приятно, как в предыдущих версиях. Если вы выбираете ноутбук для печати, вам нужна дорогая печатная машинка. Вот она. Вот она перед вами. Печатать одно удовольствие. Тачпадом с поддержкой жестов пользоваться одно удовольствие. Оно сделано на совесть. Лицевая поверхность экрана выполнена из стеклянной пластины. Это чувствуется по ее жесткости, это чувствуется по сопротивлению пластины. Но сразу вам скажу, она обладает очень слабыми жироотталкивающими свойствами. То есть экран очень хорошо собирает пальцы. И чистится при этом он тоже достаточно хорошо, но прям неприятно. Бывает, что ты открываешь макбук по-макбуковски немножко не с краю, и у тебя прямо вот тут становится такое пятно. И матрица экрана здесь IPS. И я вам скажу так, что это довольно хорошая матрица. Мне понравилась и цветопередача этой матрицы, мне понравились углы обзора. Давайте сразу на них посмотрим. В этом устройстве, как и было раньше, присутствует технология Night Shift. Она отвечает за то, чтобы во время ночной работы за компьютером сделать картинку чуть теплее и менее вредной для глаз. Причем диапазон теплоты вы выбираете сами в настройках. Также присутствует функция True Tone, которая подстраивает цветовой баланс устройства под огрушающую среду. Подведем итоги по экрану. Это хороший экран. То есть, даже если вы сидите и работаете на свежем воздухе, теплым, солнечным, летним днем, вы все равно сможете за ним работать благодаря всем функциям этого экрана. За ним приятно работать, приятно печатать. У него хорошие углы обзора, у него хорошая цветопередача. Для своих функций этот экран отлично подходит. Прежде чем перейти к тестам, очень важно будет отметить то, что могло вас поставить в тупик в момент выбора ноутбука для работы. То есть, если мы посмотрим на технические характеристики вот этого MacBook и MacBook Pro на процессорах M1, у нас может сложиться впечатление, что это два одинаковых ноутбука по начинке. У того и того одинаковый процессор, одинаковый чип и у того и у того одинаковое количество оперативной памяти. И вот вы смотрите на эти характеристики и думаете, так а зачем мне переплачивать за MacBook Pro, если у MacBook Air точно такие же характеристики? Да, характеристики у них одинаковые, но производительность у них немного разная. И сейчас я постараюсь объяснить, почему именно так. При наличии одинаковых функциональных звеньев, этот MacBook нагревается немного больше, ну как немного, он нагревается больше, чем MacBook Pro, и соответственно процессор в какой-то момент регистрирует излишнюю теплоту и начинает сам себя искусственно ограничивать. То есть, если мы возьмем этот ноутбук и MacBook Pro, в MacBook Pro есть специальный кулер, который охлаждает ноутбук. И даже при работающем кулере, вряд ли вы услышите шум, но об этом вам расскажет Денис. То есть, если мы сравним вот эту модель и MacBook Pro, этот будет менее производительный за счет того, что в нем нет нормального охлаждения, он греется, и поэтому процессор, чтобы не умереть, искусственно себя ограничивает. Но с другой стороны, этот MacBook, он тише в работе, чем MacBook Pro. Опять же, все упирается вот в этот кулер, то есть, если там его и получится разогнать, чтобы он пошумел, в этом его просто физически нет, поэтому ничего шуметь у вас и не будет. Что касается автономного времени работы этого красавца, я не зря употребляю слово красавца, работает он долго. Если вам вдруг интересно, как же MacBook Air 2020 года с новым чипом ведет себя в играх, вы обязательно получите ответ на свой вопрос, но в другом ролике на другом канале. О, о каком канале? А вот это будет для вас сюрприз, ждите анонса. Мы разобрались с самым менее интересным с этим ноутбуком, потому что, ну, ребят, внешний вид не поменялся, звук примерно такой же, по экрану все понятно, это Apple. Что же дает этот чип? Что же у него внутри изменилось? И для того, чтобы протестировать, насколько это все изменилось, мы взяли тесты старого MacBook и тесты нового MacBook. Выведем вам их на экран, проговорим, ну, а выводы уже сами как-нибудь сделайте. Первонаперво давайте по диск-спид-тесту сравним. В прошлый раз скорость чтения была 1100, скорость записи 1350. В этот раз, как мы видим, скорость записи у нас 1876 и скорость чтения 2801. Jetstream 2. Jetstream 2 это такой бенчмарк для JavaScript. Вот вы видите все показатели на своих экранах. В прошлый раз MacBook набрал 110 баллов, в этот раз 175. Geekbench, в прошлый раз MacBook набрал 5555, в этот раз, как мы видим, набирает 16877. Когда думаешь, что в среднем по расчетам производительность стала на 30% лучше, здесь на X3 подскочила. Давайте посмотрим, что у нас в одноядерном и мультиядерном тесте Geekbench. В одноядерном тесте раньше набирал 1076, сейчас мы видим 1708. В мультиядерном тесте было 1991, в этот раз 7465. Вот так. Вот вам и новый прос. А сейчас мы перейдем к разделу тестов для людей, которые занимаются видео и графикой. И в первую очередь посмотрим на Cinebench. В мультиядерном тесте мы набираем 6214, в одноядерном 1487 баллов. Сейчас уже привычный тест в Adobe Premiere Pro 2020 года. Мы берем видео минутной длины, записанное в 60 кадрах, и перегоняем его под YouTube формат. Сейчас проведем тесты звука. Как вообще справляются те динамики, которые так вот приятно расположены по бокам клавиатуры. Звук мое почтение. Хороший звук. И на прослушивании музыки он мне кажется плоским, то есть достаточно объемный звук. Мне нравится. С таким и фильмом можно посмотреть, и музыку не стыдно послушать. Прежде чем перейти к выводам, здесь будет небольшая секция, в которой я вам немного пожалуюсь на компанию Apple. Если вы хотите разрабатывать свои программные продукты, свои приложения, свои игры на iOS, вам необходимо купить технику Apple. Значит, получить аккаунт разработчика, который, к тому же, у них там еще и платный. То есть бесплатно не получится этого сделать. Вообще, помучаться с синхронизацией X-кода и синхронизацией вашего Apple Connect. То есть, если вы делаете это на Android, у вас нет такого понятия, как X-код. Нет вот этого промежуточного неудобного шага. И основная эта проблема в чем? Я бы не возмущался, если бы я через Windows мог бы делать свои приложения Apple. То есть, вообще вопросов нет. Но если ты хочешь это делать, тебе нужно пройти 9 кругов ада. Apple здесь монополист. Оно не дает тебе другим образом выступать на своей платформе. Ты типа, либо играешь по их правилам, либо не играешь на их платформе вообще. В целом, если не опираться на ценовой фактор, ценовой сегмент, это хороший продукт. То есть, если закрыть глаза на его стоимость, это хороший ноутбук. Он хорошо собран, у него хороший экран, у него хорошая клавиатура, он выдает хороший звук, у него отличное автономное время работы. За ним приятно работать, благодаря всем тем функциям, которые в нем есть. Но, в нем есть и минусы. То есть, эта модель Air, она все-таки не такая мощная, как MacBook Pro. И если вам предстоит много работать с 3D-моделингом, или много работать с видеомонтажом, вы возьмете его за основу, лучше рассматривайте Pro вариант. Потому что, ну, где-то он не дотягивает. Без вопросов. Установка чипа M1 увеличила в среднем процентов на 30 все то, что было в MacBook Air раннего 2020 года. Он стал мощнее. Тут вопросов не возникает. За ним приятно, в принципе, работать в Unity. Я попробовал, я не скажу, что очень долго компиливалось что-то, что-то долго собиралось. Нет, у него хорошее время работы, хорошие показатели. Ну, и понимаете, что без него у вас вообще ничего не получится на площадках Apple. Что по выводам между этой моделью и моделью 2020 года на другом чипе, не на M1. Разница цены у них примерно 200 долларов, ну, в таких базовых комплектациях. И если у вас есть вариант заплатить немного больше, ну, есть такая возможность, и вы выбираете MacBook, лучше заплатите. Он стоит на 200 долларов дороже, но в среднем производительность на 30% лучше. Я бы советовал, если вы выбираете MacBook Air, брать уже на новом процессоре. Он действительно намного мощнее, это ощущается. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите в комментарии, что думаете, давайте общаться. С вами был Олесь, Пятый элемент, спасибо.